Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мамедыч, и мы продолжаем смотреть ваш самый любимый сериал Доктор Хаос. Я надеюсь, сегодня будет интересная серия. Ну, поехали! Доктор Хаос. Туберкулез. К сожалению, в тюрьмах, ну, тем более в российских тюрьмах, это очень распространено. Так, ну, тут, видимо, мы имеем дело с уже психической симптоматикой или неврологической симптоматикой. Видимо, тут у него есть зрительные галлюцинации, это понятно. Это уже серьезный симптом. Я просто делал свое дело. Так, ну, кстати, вот в этой инфографике, в этой анимации ничего не показали такого сверхъестественного. Просто показали сердце, и, видимо, клапан открывался-закрывался. Но в связи с чем-то он потерял сознание. Будем разбираться вместе с Хаосом. Да, кстати, это хороший вопрос. Врачи, врачей никто не спрашивает, и врачи ни у кого не спрашивают, стоит ли им, нам, то бишь, тратить время и на смертников, и на, ну, к счастью, в России мораторий на смертную казнь, и вообще на заключенных. И в нашей больнице бывают пациенты, заключенные, которые привозят и делаем им операции, потому что многие говорят, что мы давали клятву Гиппократа или клятву Гиппократу. Ну, конечно, никакому Гиппократу мы клятву не давали, он давно почил нас. И клятвы Гиппократа сейчас нет, у нас есть клятва российского врача, и по ним обязаны все-таки оказывать помощь, независимо от социального статуса, пола, национальности. Вы должны оказывать помощь. Ваш пациент порнул ножом своего сокамерника, другому сломал шею, чуть не обезглавил одного из охранников. Не бойтесь, я его не обижу. Вот это интересно, это уже интересно, это уже похоже на нашу приемку, она практически схожа с местной тюрьмой. Мы приняли все меры предосторожности. Мои люди убрали отсюда все ручки, скрепки, степлеры. Обычно при тюрьмах есть свои какие-то либо медицинские пункты, либо даже отдельные мини-больницы, так скажем. Но иногда они не могут справиться там, или какая-то острая ситуация происходит, или следственный изолятор к нам иногда часто привозят. И тогда этот пациент приезжает не один, конечно, а в окружении людей с погонами и, естественно, в форме. И они охраняют эту палату, эту койку. Иногда пациент даже привязан с кован наручниками. Но, тем не менее, лечебный процесс идет. Голубоватый оттенок ногтей, губ. У него гипоксия. Да, если мы видим синюшные окончания пальчиков, ног, рук и губки, конечно, то это называется аккорционоз, то есть цианотичность, синюшность кончиков нашего тела. И это, да, говорит о том, что действительно организму не хватает кислорода, и либо не справляется сердечно-сосудистая система, либо дыхательная система. Мы все знаем уже про ковид, поэтому иногда и при пневмониях, и при дыхательной недостаточности такой симптом тоже встречается. У него жидкость в легких, учащенное дыхание. Ему нужен аппарат искусственного дыхания. Ну, так просто нельзя определить, просто по аскультации, есть ли жидкость в легких или нет. Тем более, жидкость, скорее всего, не в легких, а в плевральной полости. Это может говорить о воспалительном выпаде плеврите, либо о гидротораксе, травме. Тут очень много, нельзя так четко сказать, что действительно с пациентом. А слышится это действительно так, как ослаблено дыхание. То есть, с одной стороны, мы слышим шумы легочные, так скажем, а с другой стороны, не выслушиваются они. У нас такого нет. Если через час не найдете, ему конец. Да, ну тут, конечно, доктор Хаус преувеличивает, но преувеличивает с той целью, чтобы забрать его в больницу. Общество ни при чем, он сам выбрал свой путь и стал убийцей. Он наверняка сидит на героине, за что и получил тахикардию и отек легких. Ну, это действительно наркотики, конечно, могут быть причиной вообще многих заболеваний, нарушений в организме, в том числе серьезных таких, как отек легких, конечно, нарушения сердца. Обычно наркотики вызывают, конечно, аритмии и в связи с этим нарушения в работе сердца. Это не значит, что надо отказаться от смертной казни. Просто надо чаще убивать белых. Все в порядке, не бойтесь, вы в больнице. Конечно, обычно выход из комы или из какого-то нарушения сознания так резко не происходит. Но пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, которые находятся на ИВЛ и привязаны, и иногда они, конечно, бурно реагируют, и часто у них случаются психозы на фоне какой-то органической технологии, на фоне какой-то болезни. И силище у них в этот момент такая, что они могут сломать все, что угодно. Я, собственно, ручно у меня был пациент, которому было за 70 лет. Но и он как бы щупненький был, такой дедушка, добрый, хороший. Но на фоне его психического возбуждения он ломал, просто крушил, как Халк, все на своем пути. И усмиряет таких пациентов, к сожалению, только нейролептики или какие-то успокоительные уколы. Назовем это так, проще говоря. А вот интубационную трубку, эндотракунильную трубку, выдергивать самому крайне не рекомендую никому. Почему? Потому что там надувается такая манжетка, которая за голосовыми связками. И если ее просто выдергивать, то можно порвать себе голосовые связки. Так же, как и мочевой катетер фолея. Если у вас стоит мочевой катетер, не надо его выдергивать, иначе вы всю уретру порвете. Вы поняли, да? И это будет очень опасно. Не стоит этого делать. Я возьму кровь из бедренной артерии. Она проходит через пах. Ну, на самом деле, очень редко берут кровь из бедренной артерии, только когда делают сразу доступ центральный, потому что бедренная артерия довольно крупная. Обычно это делают эндоваскулярные хирурги. Если нужна артериальная кровь, ее можно взять из артерии на руке. А эти манипуляции на ноге, конечно, опасны. Почти четверть заключенных больны туберкулезом. Их ватки делец типа Формана сбывал свои лекарства под видом героина. Отравление из-за неозидом могло вызвать все эти симптомы? Ну, да. Вот то, о чем я говорил. Туберкулез очень распространен в тюрмах. Но отравление из-за неозидом, если бы оно было, оно, конечно, так быстро бы не наступало. Конечно, это все-таки очень-очень долгий процесс. Брадикардия. Пульс упал до 30. Долго он так не продержится. Ты дашь ему атропин или дождешься смерти? Временная мера? Верно? В любом случае, да, смертник он не смертник. Конечно, реанимационные мероприятия должны оказываться, если брадикардия меньше. По-моему, 30, да, сейчас говорили. Это, конечно, уже серьезная, серьезная штука, которую нужно лечить. Вот они сейчас будут вводить атропин. Атропин снижает влияние вагуса. И поэтому частота сердечных сокращений усиливается. Что со мной? Ты умираешь. За это можно и выпить. Иногда врачи дают алкоголь пациентам. В нейрохирургической практике это часто раньше встречалось, когда пациенты поступают с синдромом отмены. То есть, если они длительно употребляли алкоголь, были в запое, и потом сутки, два-три не употребляют, это как раз проявляется белой горячкой, синдромом отмены. И тогда маленькие дозы алкоголя помогают. Человек восстанавливает свою силу, так скажем. Почему парень, которого приговорили к смертной казни, пытается покончить с собой? Ты выпил чернила для ксерокса, которые ты выпил. Содержит примерно 90% метанола. Это сильный яд. Вот оно, в чем дело. Он выпил метанол, а антидотом к метанолу является этанол. Дело в том, что отравление метанолом – это очень опасная штука, которая в большинстве случаев приводит к слепоте и к общему отравлению, и к смерти иногда. Мы знаем много случаев о людях, которые отравлялись метанолом и умирали. Но этанол – это антидот. Он связывается с алкогольной гидрогеназой, и поэтому метанол выводится в неизмененном виде. Алкоголь, который ты сейчас выпил, содержит так много этанола, что он свяжется с муравьиной кислотой, которой ты себя накачал, и выведет ее из организма вместе с мочой. Ну, практически так, да. Вместе с мочой. И, видимо, он спасен. У нашего заключенного все в порядке с головой. Проверьте на очаги поражения в мозгу, на энцефалит, аутоиммунные заболевания. Сделайте КТ, люмбальную пункцию и прочее. Ну, в первый раз хаос назначает очень-очень много анализов. Обычно мы видим, что по одному или по два анализа. И действительно, в Америке и во многих странах анализы очень дорого стоят. И даже в России каждый анализ дорого стоит. Мы должны несколько раз подумать, чтобы его назначить. Но тут сразу все. И действительно, если человек пытался совершить суицид, возможно, в голове что-то не так. И не потому, что это какие-то психические расстройства. А может быть, там есть какая-то органическая патология. То есть опухоль, воспаление. Да все что угодно. Откуда эти шрамы? Меня порезали в первый месяц заключения. Я оклемался и надрал им задницу. Ребята, считаете, что я болен? А то. Но вот он сейчас, Форман, пытается делать лимбальную пункцию. Но лимбальную пункцию делает, когда пациент ровненько лежит. Либо сидит, загнувшись. Это серьезная манипуляция, которая обычно выполняется вместе с процедурной медсестрой, которая помогает это делать. Но так легко это не делается. В чем дело, Клэренс? Живот. Опиши боль. Острая, пульсирующая, воображаемая. Потому что кто-то не хочет в тюрьму. Где болит? Мне словно живот распороли. Острая боль такая, жгучая. Она может быть по ряду причин. И, может быть, перфорация желудка, кишечника. Это называется острый живот. И тут, конечно, нужна помощь. Единственное, то, что Катя говорит, может быть, он симулирует. Симулирует, чтобы остаться в больнице подольше. Потому что, конечно, большинству заключенных больше нравится больничная палата, чем тюрьма, конечно. Но, конечно, лгут все, кроме осужденных убийц. Это непросто симулировать. Ого. Конечно, непросто. Видимо, произошло все-таки желудочно-кишечное кровотечение. Серьезная штука. Операция прошла успешно. И мы удалили почти полметра кишечника, а потом заковали и увезли в палату. Да, в этом случае иногда нужно удалять очень много кишечника. Благо, у нас его много, тонкого кишечника, я имею в виду. Да и толстого приличный. Больше метра, конечно. И удалять нужно для того, чтобы концы кишки хорошо сшились, концы должны хорошо кровоснабжаться, чтобы анастомоз, то есть соединение их, зажило правильно. Меня удивляет, почему Клэренс убил второго заключенного. Так, походу, наш пациент убил не только жену свою, но и убил несколько заключенных, которые находились, видимо, вместе с ним. Но к чему клонит хаос, я пока не могу понять. Зачем ты это сделал? Я просто сорвался. Просто сорвался. Ваш диагноз? Переизбыток тестостерона, астероиды. Адреналин. Готовьте его к операции. А каков диагноз? Феохромоцитома. Феохромоцитома. Я думаю, что вы тоже догадались уже, наверное, с доктором Хаос, хотя я не догадался. Феохромоцитома – это опухоль надпочников, которая продуцирует адреналин. То есть опухоль растет как раз в железе, в надпочниках, и выделяет в кровь избыточное количество адреналина. Из-за этого, конечно, мы знаем все эффекты адреналина. Его пульс учащается, дыхание учащается, может быть, пот, зрачки расширены. Да, и тут нужна операция. Только операция-то можно вылечить пациента. И операция тоже несет в себе много рисков. И анестезиологам очень сложно вести этих пациентов, потому что в любой момент может быть выброс адреналина в кровь, и неконтролируемая гипертензия, и инсульт геморрорический. Это очень сложная штука. Ему сейчас делают МРТ, а в связи с тем, что у него очень много наколок, следы наколок могут содержать частицы металлов. И поэтому, конечно, МРТ этим людям делать иногда опасно, вот как мы видим сейчас. Да, это очень тяжело. Но во время этого исследования он должен лежать спокойно, иначе исследование никак не получится. А не мы могли бы сделать ему КТ с контрастом, может быть. Хотя я не специалист, не знаю, как опухоль надпочников лучше можно увидеть. Прекрати извиваться. Не то придется повторить. Вот и она. Вы нашли ее. Ну что? Доктор Хаус нашел причину. Это феохромоцитома. Я думаю, что теперь предстоит этому заключенному операция. Но, к сожалению, не вернуть в тех жизни тех, которых он убил, в связи, видимо, с кневом, и с яростью, который вызывал адреналин в нем. То есть, возможно, эта опухоль существовала давно и влияла на его действия и поступки так, что он убивал людей, даже любимую убил. Ну, это был очередной разбор сериала, просмотра сериала вместе со мной. Ставь лайк, если понравился обзор. Пиши в комментариях, какие серии еще хочешь посмотреть. Хочешь ли ты еще смотреть Доктор Хаус? Кстати, один из моих любимых сериалов. Ну и, конечно, тут ты найдешь плейлисты, где есть тоже много обзоров сериалов. И с тобой был Мамедыч. Все, пока.